Вы по двору едете? Скажите, пожалуйста. Я вас не слышу. Каждое утро эти дворы в Красногорске превращаются в оживлённую трассу. Водители таким хитрым способом объезжают большую пробку на Волкаламском шоссе. Почему вы едете по двору? Пробку объезжают. Вам считается нормальным по двору объезжать пробку? Ну, а как по-другому? Волкаламки, как все. Многие несутся на большой скорости, не обращая никакого внимания на пешеходов. А ведь именно в это время детей ведут в школы или сады. Так они ещё и сбивают детей, при этом детям хамят. Если ты пытаешься перекрыть им дорогу, то это бесполезно. Ты в ответ услышишь очень много интересного о себе. Хорошо, если не получишь, как говорится, по лицу. Тут не только машины ездят, тут и фуры ездят, и все ездят. И даже маршрутки, даже маршрутки. У нас уже здесь настоящие шоссе. Я замечал, за одну минуту 20 машин однажды прошло. Проблема появилась в прошлом году, когда дублёр Волкаламского шоссе сделали односторонним в сторону области. Откуда приезжают эти люди? Я думаю, что это транзитные, в частности, из районов Чернево, Красногорска. И дальше на Хабино, Изумрудные холмы, Дедовск и так далее. На каждом въезде во двор установлены вот такие предупреждающие знаки. Но водители, которые объезжают пробку, это не останавливает. Транзитные машины начинают ехать уже с 6 утра. А это кадры местных жителей. Скорая помощь не может проехать к пациенту из-за встречного потока машин. Водители не обращают внимания даже на проблесковые маячки. Скорая вынуждена всех пропускать. Знак не спасает. Нужен шлагбаум или чтоб наряд дежурил постоянно. А в область как раз по дублёру удобно. Снимайте видео, выкладывайте ГИБДД с номерами. Сейчас вроде как официально это утверждено. Эти знаки не только запрещают сквозной проезд, но и дают преимущество пешеходам во дворе. Кроме того, запрещается стоянка с включённым двигателем и проезд машин массой больше 3,5 тонн. Экипажи ДПС часто проводят здесь рейды, но каждому нарушителю инспектора не приставить. Жители должны собраться, провести общее собрание жильцов, принять единогласно, что все согласны. В том случае они обращаются в администрацию. Администрация рассматривает возможность установки шлагбаума, даёт разрешение. Чиновники готовы рассмотреть такое обращение в сжатые сроки. Но первыми должны начать действовать именно местные жители.